Спасибо. Добрый день, коллеги. Прежде всего, разрешите вас поздравить с наступившим минувшее воскресенье профессиональным праздником, Днём Медицинского Работника. Здоровья вам, счастья и успехов в личной и в профессиональной жизни. Спасибо. Ну и тема, которую мы с вами поднимем сегодня, это звучит как «Здоровье нации – наш долг». Тема довольно обширная, глобальная, и говорить о ней можно очень много, но мы рассмотрим её в узком аспекте, что именно касается среднего персонала. Всемирная организация здравоохранения ещё в 1948 году сформировала такой принцип, что здоровье является состоянием полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. В ВОЗ превозглашён принцип, в соответствии с которым обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека. Принято выделять четыре уровня изучения здоровья. Первый – это здоровье отдельного человека, а далее – здоровье малых или этнических групп. Следующий уровень – это здоровье населения, то есть людей, проживающих на конкретной административно-территориальной единице. Четвёртый уровень – это здоровье общества, населения страны и популяции в целом. И, как отметил президент России, здоровье нации является главным богатством государства. Сохранение здоровья нации – это приоритетная задача в политике дальнейшего развития нашей страны. Сегодня молодёжь, к сожалению, повержена паганному влиянию информации, льющуюся с экранов телевизоров, также влиянию сверстников, которые пристрастились к алкоголю, наркотикам, табакокурению. И в соответствии с этим в 2015 году прозвучал тревожный звонок, когда мы впервые за последние 10 лет в России получили вот такие показатели смертности населения, хотя до этого они постоянно снижались. Если взять в целом профессиональный человеческий потенциал нашей системы здравоохранения, то он, конечно, колоссален. Ну, не спорю, что хватает нерадивых медиков, которые равнодушны к пациентам и, в принципе, к здравоохранению. Но всё же большинство людей в белых халатах – это люди, заслуживающие великого уважения за верность призванию. Взять недавнюю историю на трассе Оренбург-Орск, где были снежные заносы вследствие метели. И в одной из машин, которые попали в снежный плен, была роженица, которую не довезли до роддома. И простой сельский фельдшер Наталья Натёсова приняла роды в старенькой Ниве и согревала своим телом ребёнка, пока не подоспела помощь реанимационная. То есть это всё-таки достойно уважения. И повседневные наблюдения практических врачей и учёных, социальные, медико-санитарные, статистические данные, эпидемиологические и другие исследования и публикации свидетельствуют о крайне неблагополучном и продолжающем ухудшаться состоянии здоровья населения. Что мы можем видеть? Практически повсеместно происходит беспрецедентное в мирное время уменьшение численности народонаселения, депопуляция. На каждую тысячу жителей рождается в год 9 человек, а умирает 15. В ряде регионов эта разница ещё выше. На каждые 100 родов приходится 200-215 абортов. Суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,3, и недостаточно даже для простого воспроизводства численности населения. Процесс сады популяции осложняется ухудшением здоровья практически всех возрастно-половых и социальных групп и слоёв населения. Более 70% беременных женщин имеют отклонения в состоянии здоровья. Роды протекают нормально лишь у 40% рожениц. Более половины новорожденных имеют отклонения в состоянии здоровья. Хронические заболевания выявляются у 15-20% дошкольников и более чем у 50% детей школьного возраста. Всё чаще отмечаются задержки в физическом и психическом развитии детей. Растёт число молодых людей, непригодных по состоянию здоровья, к военной службе и к эффективной творческой трудовой деятельности. Свыше 70% населения России живёт в состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса, который истощает приспособительные и компенсаторные механизмы, поддерживающие здоровье. Вызывает рост депрессий, реактивных психозов, неврозов, психосоматических расстройств и внутренних заболеваний. Во многом от наших усилий будет зависеть здоровье россиян. И не только добросовестным выполнением прямых должностных обязанностей сейчас необходимо достигать этого, но и убеждением властей в необходимости сделать заботу о здоровье народа приоритетной задачей. Нужно изменить отношение общества к здоровью как к высшей ценности. Формирование здоровья населения зависит от многих факторов. Социально-экономических условий, состояние экологии конкретного региона, образа жизни, возраста, пола, наследственности, национальных традиций, профессиональной деятельности, уровень образования и т.д. Наряду с этим большое значение имеет собственное отношение человека к своему здоровью, неправильный образ жизни, потребительское отношение к обществу, медицинским работникам, игнорирование норм и правил соблюдения принципов здорового образа жизни. Средний медицинский персонал, как одна из самых значимых составляющих кадрового ресурса здравоохранения, играет важную роль в сохранении и укреплении здоровья населения страны. Однако в настоящее время проблемой является отток из системы здравоохранения молодых специалистов. От 40 до 80 выпускников средних медицинских образовательных учреждений не работают по своей специальности, которую получили. И в концепции развития здравоохранения до 2020 года обозначено, что наличие достаточного количества подготовленных в медицинских кадрах, кадров, способных решить задачи, поставленные перед здравоохранением, являются одним из основных системообразующих факторов эффективного функционирования системы здравоохранения. А повышение квалификации медработников и создание системы мотивации и их качественному труду – одно из задач развития здравоохранения. В процессе оказания медицинской помощи нуждающимся гражданам среднему медицинскому персоналу следует придерживаться следующих принципов. Это доступность медицинской помощи, межличностные взаимоотношения, непрерывность в оказании медицинской помощи, безопасность и соответствие ожиданиям пациентов. Доступность медицинской помощи означает, что она не должна зависеть от каких-то географических, экономических, социальных, культурных, организационных или языковых барьеров. Межличностные взаимоотношения между работниками здравоохранения, пациентами, медицинским персоналом и их руководством, системой здравоохранения населением в целом влияют на атмосферу психологического комфорта, конфиденциальности и взаимного уважения и доверия. И важным элементом этих взаимоотношений является искусство среднего медицинского персонала слушать и адекватно реагировать. Непрерывность медицинской помощи означает, что пациент получает необходимую медицинскую информацию и помощь без задержки и неоправданных перерывов или необоснованных повторов в процессе диагностики и лечения. Безопасность медицинской помощи означает сведение к минимуму риска побочных эффектов диагностики, лечения и других нежелательных последствий оказания медицинской помощи. И это относится как к пациентам, так и к медицинским работникам, оказывающим эту помощь. Ну и самый такой неоднозначный принцип в соответствии ожиданиям пациента, так как действующая система здравоохранения должна прежде всего отвечать ожиданиям пациента в получении качественной медицинской помощи. А для пациента в конкретном медицинском учреждении качество медицинской помощи определяется тем, насколько она адекватна его состоянию. Отвечает ожиданиям и является своевременной. Немаловажную роль играет соблюдение принципов донтологии со стороны среднего медицинского персонала. Пациенты чаще всего обращают внимание на такие важные характеристики медицинской помощи, как ее доступность, непрерывность и взаимоотношения с медицинским персоналом. В настоящее время работу медицинской сестры можно рассматривать как новый вид профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и социального правового характера, целью которого является сохранение, укрепление и восстановление здоровья. В своей деятельности, направленной на сохранение здоровья граждан, среднемедицинский персонал основные усилия должен направить на пропаганду здорового образа жизни, активное выявление лиц с факторами риска, постоянное наблюдение за хроническими больными, в том числе с нестабильным течением заболевания, обучение пациентов самоконтролю за своим состоянием. Основные направления своей профилактической деятельности медицинская сестра может сосредоточить на патологии, вызывающей наибольшие социально-экономические потери в обществе. Это сосудистые заболевания, к ним относятся гипертоническая болезнь, шимическая болезнь, сердце, атеросклероз и так далее, диабет, онкологические болезни и дегенеративные заболевания позвоночника. В рамках концепции медико-социальной работы можно выделить пять основных групп пациентов. Это группы повышенного риска заболеваний, семья и окружение больного, длительные и тяжело болеющие и больные с выраженными социальными проблемами, куда тоже можно отнести инвалидов. С каждой из этих перечисленных групп пациентов медицинская сестра осуществляет работу разной направленности, используя методы, сложившиеся в здравоохранении. Это профилактика, реабилитация, психотерапия и так далее, а также в системе социальной защиты. Это социальная диагностика, социальное консультирование, активный патронаж, стационар на дому, организация дневного пребывания в стационаре и ведение школ для пациентов. Активный патронаж на дому составляет основную часть профилактической работы медицинской сестры. Это прежде всего хронические больные с нестабильным течением или обострением заболевания, а также больные, находящиеся в периоде подбора медикаментозной терапии. Задача медсестры при патронаже входит в наблюдение за динамикой состояния больного, соблюдением диеты, режима, правильностью приема лекарств и так далее. Особое внимание необходимо уделять пациентам, которые заболели впервые и мало знают о своем заболевании. Очень важным компонентом сестринского патронажа является обучение пациента, самоконтроль за своим состоянием и оказанию самопомощи при его ухудшении. Члены семьи больного обучаются медсестрой приема и правилам ухода, выполнению несложных медицинских манипуляций и оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях здоровья. Чрезвычайно ответственной частью профилактической работы медицинской сестры, как уже сказала Лариса Витальевна, является ведение школ для пациентов. Конечной целью любой школы является подготовка больного к самостоятельному управлению своим здоровьем, улучшению качества жизни, стабилизации течения, заболевания. В задачи медсестры, ведущей школы, входят разъяснения в доступной форме этиопатогенеза заболевания и его осложнений. Не будем останавливаться долго, у нас было уделено очень много времени этому. Единственное, что можно сказать, что в процессе обучения в школе медицинская сестра может использовать все, что угодно. Это могут быть буклеты, книги, журналы, статьи. Также видео, аудио, аппаратура. Медицинская сестра является творчески мыслящим, активным членом лечебной бригады. Ее задача – формировать у пациента чувство ответственности за свое здоровье перед собой и родственниками. Справедливости ради следует отметить, что в последнее время подчеркивается возрастающая роль сестринского персонала в деле просвещения населения, создания и поддержания позитивных изменений в их образе жизни. В России в течение длительного времени деятельность медицинского персонала рассматривалась в качестве второстепенной, не имеющей самостоятельного течения. Основным критерием ее оценки являлось правильное выполнение манипуляций и врачебных назначений. На сегодняшний день признается тот существенный вклад, который вносит данная профессиональная группа в реализацию мероприятий, направленных на охрану здоровья населения, и более полно осознается необходимость совершенствования сестринского дела. От работы медицинского персонала в немалой степени зависит результат деятельности всей системы здравоохранения, качество и количество предоставляемых медицинских услуг, объемы финансовых и материально-технических источников. Качественное осуществление сестринского ухода облегчает врачебную задачу, оптимизирует лечебно-диагностические процессы, сокращает его сроки. Врачебная деятельность и сестринское дело являются самостоятельными, но дополняющими друг друга профессиями. Основными задачами врачей являются профилактика, диагностика, лечение заболевания, а при этом медицинская сестра акцентирует свое внимание на решении существующих и выявлении потенциальных проблем пациента, тем самым реализуя все этапы сестринского процесса. Здоровье нации во многом зависит, во-первых, от работы властей в данном направлении, во-вторых, от сознательности самих граждан, ну и, разумеется, как уже звучит моя тема, от нас самих, потому как действительно здоровье нации наш долг. Спасибо.